На прошлой уже неделе Земфира выпустила альбом Borderline. Borderline с пиндосского на язык богоспасаемой Руси можно перевести как границ, пограничное состояние. Там есть много разных вариантов использования. Также была песня Borderline у певицы Мадонны, по-моему, в 84-м году, если я не ошибаюсь. Но это, как бы, с ним к делу отношения не имеет. Естественно, говнометатели начали говнометать по поводу Земфира. Я не могу сказать, что её огромный фанат, но с уважением отношусь к её творчеству. Мне, в принципе, альбом понравился, то есть, ну, Земфира, Земфировна Земфирова. То есть, то, что она поёт, она, как бы, вот сейчас и спела. И многие, ну, на самом деле, мне прям зашёл, честно говоря, альбом. Я не считаю его говном, хотя многие просто его обосрали. Музыкант Лео Луганский обвинил в плагиате автора обложки нового альбома Земфира. Посмотрите, как написано Borderline, и вот как альбом Лео Луганский. Хуй отличишь, честно говоря. Я не знаю, зачем потребовался автору обложки Демни Гвасали. Это человек, который перепридумал в своё время бренд Balenciaga. Вот эти х**ские кроссовки, в частности, он изобрёл. Я не знаю, зачем ему понадобилось п***дить чужой креатив, других слов нет. Но, тем не менее, он это сделал. Вообще, наверное, теперь следует присмотреться вообще ко всему творчеству этого гениального художника грузинского. Там, возможно, этих Borderline'ов просто как собак нерезанных. Как говорили раньше Филиппу Киркорову, почему в вашем творчестве так много ремейков? Не знаю, чем скандал закончится, но он только вот прям набирает обороты.